Трудные места Писания с библейским порталом Экзегет Все Писание Бога Духновенно Ну хорошо, да, Писание очень хорошая книга, надо ее читать, это будет здорово, согласен Но что значит все Писание Бога Духновенно? По-гречески пасографе «теопнефстоз» Ну буквально так и есть, да, «теос» — это Бог, «пнеума» — это Дух, «теопнефстоз» вдохновлено Богом В каком смысле вдохновлено? Ой, сколько копий на эту тему ломалось Но я бы задумался вот еще о чем Пишет Павел, все Писание Бога Духновенно Где это написано? Написано во втором послании к Тимофею, а это часть Писания То есть, смотрите, это еще не самый конец Ну, еще вот половина послания после этого идет Значит, по крайней мере, эта вторая половина не включала исполнять все Писание Потому что еще не была написана эта вторая половина А возможно, не только она не была написана, но и какие-то другие книги Или они были написаны, но еще не были собраны в Писание Потому что канон Нового Завета сложился все-таки значительно позднее Окончательно сложился Если о Евангелиях, наверное, особенно никто не спорил С самого начала мы встречаем в христианских списках Те четыре, которые нам известны сегодня То про послание там много было разногласий Включать ли послание Петра или еще, скажем, откровение Анны Богослова Которое тоже не везде входило сразу Сложная вещь Так что он имеет в виду под всем Писанием для начала? Может быть, вообще всякое написанное? Ну, явно нет Мало ли еще где написано Тогда, может быть, мы скажем, что это относится к Писанию Ветхого Завета Потому что оно точно было к этому моменту завершено Правда, и его канон окончательно не сложился И мы видим в послании Иуды, например Что там используются цитаты из разных апокрифических текстов Которые в состав Библии никем не включались Но были почитаемы явно И он цитирует там послание Иуда Его автор цитирует их явно как Ну, некоторую авторитетную литературу А не просто как что-то такое вот подходящее Чтобы, наоборот, речи взять Интересно Тогда что такое все Писание? Вы знаете, мне кажется, что здесь Скорее имеется в виду некоторый принцип И давайте прочитаем целиком этот отрывочек А ты пребывай в том, чему научен И что тебе вверено, зная, кем ты научен Ну, то есть Павел и себя, видимо, имеет в виду Но каких-то хороших учителей При том же ты из детства знаешь священные писания Которые могут умудрить тебя во спасение Верую во Христа Иисуса Все Писание Бога Духновенно То есть, смотрите, ты сам знаешь Писание И он не делит здесь на канонические, неканонические Более того, начинается слово «предание» Что тебе вверено, кем ты научен Это же вот классическое определение предания Это то, что передается из поколения в поколение И Писание — это его центральная и главная часть Вот фактически здесь мы видим Именно такое описание этих вещей И ты знаешь, что все оно богодухновенно А где граница? Мы спросим Скажи, пожалуйста, Павел А как ты считаешь, что маковейские книги — это часть Писания? Они не входят в библейский канон Который будет потом окончательно сформирован Но они входят в Библию Или книга Юдив Или какое-нибудь там послание Варнавы Псевдопигров, скорее всего То есть, Варнава его почти наверняка не писал Или там Вот, Павел, ты написал послание Клаудикийцам Ты сам его упоминаешь Оно не вошло в Писание Значит, оно не было боговдохновенным Значит, как-то вот ты его написал Не подумав, да Мне кажется, он не понял бы вопроса Не могу за него отвечать Но вот что у Тимофея было, то и есть Писание То, что ему было дано, как Писание То, что он читает, как Писание То, что он знает, как Писание То, что он использует, как Писание То и богодухновенное Писание Но не в смысле, что каждый, что захотел Тот и сделал своим Писанием Да, сам сочинил, в конце концов, себе удобное Или подобрал, где ему понравилось Какой, по стилистике или там по содержанию Нет Но тебе это передано Ты этому научен Тебе это вверено Потому что Тимофей сам уже становится руководителем Христианской общины И ты понимаешь Зная, кем ты научен Да, что это правда Вот очень интересный принцип Откуда мы берем Писание Ну да, мы приходим в магазин Спрашиваем А нет ли у вас Священного Писания Нам дают книжку Человек, которого мы видим, может, первый раз И больше никогда не захотим увидеть Правда? Но откуда он знает, что это Священное Писание Откуда эта надпись на обложке То есть есть какая-то традиция Если есть традиция, то есть и общины А здесь, тем более, христианство еще очень юное Очень свежее И у него нету этих закостеневших каких-то форм Которые, может быть, потом будут Иногда будут даже мешать свежести И такой чистоте восприятия Но есть авторитет людей Которые тебе это передали Вот вы знаете, сколько раз я слышал о других Да и сам это воспринимаю именно так Почему мы говорим, что христианство истинно? Более того, конкретная наша христианская традиция Потому что мы книжки прочитали Есть другие книжки, там другое написано Про другие традиции Потому что, я не знаю, там очень красивое богослужение Там иконы прекрасно выглядят Слушайте, мало ли красивой музыки Мало ли красивой живописи Полно Но иногда видишь человека По которому ты можешь судить о святости Вот я скажу так Не называя никого святым Но ты видишь его и понимаешь Что это явление святости в этом мире И если этот человек чем-то делится с тобой То ты понимаешь, что это от Бога А не просто его фантазия Ой, сколько бывает фантазий, которыми делится Гораздо больше Или там какие-то, как у того же Павла мы читали Сожженные в совести свои люди Которые навязывают свои стандарты И все такое прочее Но вот там, где ты просто видишь результат Этого действия Бога в жизни человека Общины И вот часть этой жизни Часть того, что тебе передано Это текст, это священное описание Тогда еще не канон Тогда еще не книжка С благословением там кого-то Патриарха или, я не знаю, какого-то органа Коллегиального Но скорее опыт жизни И вот хранить это, принимать Понимать, что если тебе это дано То и ты должен это давать дальше Вот это то, к чему Павел призывает Тимофей Уточняет Все описание богодухновенно Это его происхождение Но важнее, что оно полезно Для научения, обличения, исправления Наставления в праведность То есть просто так его знать, читать Ну, наверное, интересно Но толк-то в чем? А вот когда оно начинает действовать А как часто я сталкивался с тем, что люди говорят Нет, ну, конечно, вот это все здорово Там нам расскажите, пожалуйста, что там было Две тысячи лет, три тысячи лет назад Нам это интересно Послушайте, только не применяйте это к нам Это к нам никакого отношения не имеет Это другое, говорят они, да? Мой перевод Ты ведь помнишь, кто тебя научил Ты с малых лет знаешь Священное Писание Оно может наделить тебя мудростью И привести к спасению По вере во Христа Иисуса Подразумевается, может, если ты захочешь А может и не привести Может лежать мертвым грозом Стоять на полке Все Писание вдохновлено Богом И приносит пользу Обучает, обличает, исправляет И наставляет в праведности Кто верен Богу, того Писание подготовит И снарядит для всякого доброго дела А кто не верен, тому бесполезно И обратим еще внимание, что оно делает Обучает, обличает, исправляет и наставляет Иногда хочется, чтобы скорее развлекало Отвлекало, утешало Обучает, обличает, исправляет и наставляет То есть Писание прежде всего как некая мерила Как некий строгий судья того, что ты делаешь Вот как этого люди не любят Но тогда оно для них не Бога вдохновенно Тогда оно для них не полезно Даже если они напишут на нем Самые высокие слова о том, как они высоко его ценят Внеси свой вклад, оцени Подпишись и поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok